Привет, меня зовут Лера. Добро пожаловать на Кастомай. И первая наша тема – это лёгкость. Кастомай – это наш майский челлендж по росписи одежды. И здесь мы будем рисовать на четыре заданные темы. И что же для нас может быть лёгкость? Возможно, это невесомость, где космонавт в таком огромном обмундировании совершенно ничего не весит и чувствует действительно лёгкость. Как можно разнообразить такое изображение? Можно добавить, например, неоновые линии, какие-то схематичные планеты. И это будет своеобразная стилизация. Выберите свои собственные ассоциации к этому слову. Не обязательно сюда приплетать тему весны. Просто сами темы звучат довольно по-весеннему. И поэтому я решила именно их и взять в рамках нашего челленджа. Главное условие – скомпоновать как минимум две техники. Да, либо два визуальных приёма, как, например, основной рисунок и какие-то яркие уточнения. Может быть, это будут брызги. Может быть, это будут мазки. Может быть, это будет два отдельных сюжета. Может быть, для вас лёгкость выглядит вот так. Я считаю, вполне себе может подойти по тему. Или так? А может быть, лёгкость выглядит таким образом? Я буду совершенно согласна с вами, если вы сможете ещё и рассказать об этом текстом под постом в телеграм-канале, где будут приниматься работы. Можно использовать простые рисунки. Не обязательно загонять себя во что-то сложное. Можно взять вот такой арт, созданный одной линией, и добавить какие-то детали, как, например, пёрышки. Или, может быть, добавить брызги. Но желательно сделать так, чтобы работа была разнообразна, и чтобы она всё-таки выходила за рамки. И чуть-чуть впереди я обязательно покажу, что я имею в виду. Можно сочетать изображение вместе с надписями. Можно взять вот такой арт, который тоже выглядит как лёгкость, как будто бы сейчас девочка улетит. Взять один из шариков и поместить его на рукав или на спину. И это и будет выходом за рамки. Это будет не просто рамочный, а четвёртый, а третий, а второй рисунок. А это будет настоящее преображение вещи, когда ваш рисунок вырывается за пределы просто рамочки, а уходит на рукава и далее. Для меня лёгкость, ветер, велосипед. Было вот такое настроение. Я увидела эту фотографию, начала искать что-то похожее. Было много интересных артов. И смотрите, вариант композиции тоже очень интересный, чтобы сразу собрать несколько сюжетов. Да, видите, можно взять отдельные детальки и разместить их в рамки. И рамки могут располагаться как здесь, так и может быть горизонтально, где у нас будет длинное изображение горизонтально. И под ним маленькие тоже будет интересно. Смотрите, как здесь основное изображение выходит за пределы рамочки. И это выглядит очень здорово. И добавляет объёма, и добавляет правильных акцентов. Я решила взять фотографию, с которой был сделан прошлый арт. И для меня вот так выглядит лёгкость, мне кажется. Я буду рисовать ровно на этом же свитшоте. И добавлю облака. Я видела арт такой. Тоже там были облака. И, скорее всего, возьму его за основу. И здесь у меня будут белые большие облака. Небо будет цветом самой ткани. Я здесь делаю схематичный эскиз, чтобы вы поняли, как вообще двигается мысль. И как можно что-то разнообразить. Не обязательно работать в программах. У меня здесь Procreate. Но можно и хоть на бумаге это всё накидать. Также я на рукав добавлю облака, чтобы была полноценная такая работа, чтобы основной сюжет перекликался с рукавами. И это не выглядело как просто вырванное из контекста. Как будто бы просто запечатка какая-то скучная. Также я добавлю брызги от травы вот сюда вниз, для того, чтобы у меня это выглядело как нарисованное. То есть фактура вот такая, вот брызги. Это всегда очень здорово. Можно было бы разнообразить таким образом. Например, добавив подтёки с плеча. Можно добавить мазки с плеча. Или мазки добавить где-то ещё. Также можно добавить пшики или имитацию пшиков. Это тоже очень интересно смотрится. Но здесь по контексту, по сюжету это не подойдёт, естественно. Поэтому я хочу вам просто это показать. Можно добавить вот мазки. Они могут быть прям по горловине, да. Могут обрамлять горловину. Могут обрамлять рукава. Могут быть прям на манжетах. Или очерчивать манжеты. Это будет смотреться очень интересно и нестандартно. Но если переборщить, может смотреться грязновато. Также можно добавить линейные рисунки, если тоже это подходит по контексту. То есть мне сюда, например, вот такие линейные вещи вообще совершенно не подойдут. Но это могло бы смотреться интересно. И здесь можно много чего выдумать. И в принципе можно добавлять здесь по логике, такой чтобы оно уравновешивалось. То есть по диагонали, например, да. Или сверху, снизу. Или вот с одного бока и с другого бока. Не стараемся перегрузить. Что еще можно добавить? Можно добавить рукописные надписи. И это тоже будет сочетание нескольких техник сюжетов. Не знаю, как корректнее это назвать, чтобы в целом было понятно. И здесь у меня будет, получается, основной сюжет. На рукаве будут облака и надписи. Здесь наверху справа. Видите, у меня здесь есть цветы. И можно, руководствуясь логикой, взять такую деталь и преобразить рукава, например, не облаками, а цветами. Это тоже подошло бы по контексту. От вас я жду своих собственных креативных идей. И постарайтесь совместить парочку эскизов под одним словом легкость. Ну а мы переходим к мастер-классу. Вот такая у меня здесь иллюстрация, распечатанная на обычном листе А4. И я просто вырезаю свои основные сюжеты маленькими ножницами и буду обводить с помощью смывающегося водой маркером. Это маркер для тканей. И он так и называется маркер с смывающейся водой. Есть у Леонардо, есть на Вайлдберрисе и где его только нет. Он исчезает при первом полоскании или первой стирке. То есть, если просто намочить, то, скорее всего, он вылезет обратно. Вот. И также я вырезаю маленькие детальки, да, и с помощью вот такого вот шаблона обвожу эскиз. Здесь изображение такое, что оно позволяет использовать этот метод. Но вообще существует очень много методов переноса эскиза на ткань. И я думаю, что у каждого будет свой удобный метод. А я показываю тот, что, в принципе, нравится мне. Для меня он достаточно простой. А рисовать я буду красками Акриликс для ткани. Краски Акриликс одни из самых мягких красок вообще на рынке существующих. Восхитительные, прекрасные. Очень их люблю, но в свободной росписи рисовать ими тяжковато, если вы еще к ним не привыкли. Но результат стоит всего. Первый слой я никогда не делаю белым цветом, работая этими красками. И в описании, кстати, этого видео я оставила помогающие видео с моего же канала. Как раз о подложке, о том, как делать брызги и другие полезные видео. Обязательно пролистайте до самого конца описания, и вы все найдете. Краски довольно густые. Их можно разводить водой слегка, если понадобится. Но для первого слоя, для просто заполнения цветом, достаточно использовать краску прямиком из баночки. Она достаточно жидкая, чтобы не собираться здесь какими-то комками. Очень хорошо распределяется по ткани. Работаем мы как минимум в два хороших слоя. Да, если мы рисуем в акварельной технике, можно делать в один. Но очень важно не разбавлять слишком сильно водой. Видите, здесь я делаю полуакварельный такой фон, потому что у меня довольно светлая ткань. И первый слой я решила сделать такой слегка разбавленной водой из-за того, что краска очень густая. И мне тяжеловато делать ровные края, если она будет прямиком из баночки. То есть для каких-то таких вот для облаков было удобно, да, а для травы уже не очень удобно. Краску разбавляем буквально капнув капельку и хорошо перемешав. Каждый слой мы обязательно сушим феном, чтобы у нас не было потом темных пятен. И уже на следующих слоях я добавляю белый цвет. Да, с красками акрилекс нужно немножечко тут искать подход удобный. Но краски, конечно, стойкие. Очень здорово они выглядят на изделии. И очень здорово их носить. У меня футболка, которую я рисовала просроченными красками 4 года назад. Просто выглядит практически так же, как в первый день. Я поэтому очень люблю эти краски. Но, да, рисовала тяжеловато. Особенно после фракталов и деколы. И я делаю тень. И смотрите, облака у меня получаются буквально из двух слоев. Да, я не делаю здесь слишком реалистичного ничего. Хочется сделать именно арт, который будет здорово смотреться. Не нужно перегружать работу, если у вас, тем более, нет на это много времени, например. Или недостаточно скилла. Не обязательно гнаться за чем-то суперсложным, потому что красиво может смотреться. И не только очень-очень сложные работы. И очень реалистичные. Но если вдруг вы возьмете какую-то классную, сложную идею, да, и ее прекрасно реализуете, конечно, будет вам хвала и слава. Я не ограничиваю вас в этом. Но для всех, кто боится, да, кто чувствует какое-то опасение, не переживайте. Даже простые работы будут хорошо смотреться в рамках этого челленджа. И не нужно сравнивать себя с другими. Другие это показатель того, что любой уровень достижим. Вот так я делаю брызги. Посмотрите, я об крышечку как бы сметаю краску кистью. И получаются брызги. Смотрится здорово. Я очень люблю такой метод нанесения брызгов. Так вот, не смотрим на других с позиции. Вот они могут, а я не могу, значит, со мной что-то не так. Смотрим с позиции. Они могут, значит, и я смогу. Для черной краски всегда требуется небольшое разбавление, чтобы она мягко ложилась, легко ложилась. И если вам тяжело рисовать вот такими обычными мягкими тонкими кистями, возьмите фетровую кисть. Да, это кисть с фетровым наконечником для подводки глаз, да, для макияжа. Я набрала таких кистей на Озоне и в Фикс Прайсе, и на Алиэкспрессе. И это отличная замена тонкой кисти, когда вы еще не привыкли. Но стремитесь именно овладеть тонкой кистью. А впереди будет лайфхак, если все-таки тяжеловато рисовать кистью, и хочется как-то делать быстро все и красиво, и вот бы маркеры или контуры прекрасно подошли. Поэтому досмотрите до конца обязательно, лайфхак просто бесценный. Мне уже так нравится сюжет, он выглядит таким теплым, таким приятным. И он одновременно и весенний, может быть и даже летний. И вот хочется добавить еще ветром волосы. И сейчас я добавляю траву, делаю акценты. Она такая получается более светлая. И видите, трава получается вроде бы объемная, но каждую травинку я при этом не прорабатывала. И это очень интересный такой момент. Стоит на это обратить внимание, что может быть за всеми деталями и не стоит гнаться. Добавляю траву сюда, немножечко еще деталей. Добавлю также спицы на колеса. И будем переходить к интересному лайфхаку. Кстати, белую краску я разбавила разбавителем Акриликс, который Fashion Colors Aquarello Silk. И смотрите, у меня здесь баночки Малевич. Это баночки с соплом. Сопло, видите, выглядит как наконечник ручки. И мы просто его прикручиваем. Там, конечно, нет резьбы на пластиковой штуке, но это без разницы. И так крышка снимается очень легко. Теперь мы просто берем вот этот вот разбавитель. Можно взять водичку, капельки водички. Я очень много налила, нужно поменьше. И берем краску и перекладываем ее в баночку. То есть краска должна быть чуть-чуть жидкой. Акриликс очень густые краски. А нам нужны краски в состоянии питьевого йогурта, наверное. Может быть, чуть-чуть пожиже. Вот это состояние очень жидкое. Я еще чуть-чуть добавила краски. И смотрите, рисую как ручкой. Нажимаю на баночку, если нужно. И краска прекрасно вытекает. Можно использовать вот так, как контуры. Конечно, это будут не очень тонкие контуры, стоит это понимать. И посмотрите, как прекрасно, как легко все получается. И именно с помощью баночки с соплом я сейчас и буду делать надпись. Надпись просто пишу из головы. Первые попавшиеся слова, знаете, так, поток и вдохновение. Никак не выпендриваюсь, пишу своим обычным почерком. Даже если он будет выглядеть кривым. Ну и какая разница. Такой уж почерк, что поделаться. И также буду добавлять еще и облака на рукава. Посмотрите, как легко баночкой можно сделать эти контуры. Краска никуда не денется. Она очень хорошо впитывается в ткань. И можно, например, добавить не белую краску, а черную туда. Сделать только чуть-чуть погуще, чтобы она так не растекалась, как здесь у меня. Чуть-чуть, видите, она растекается, впитывается. И получаются достаточно широкие линии от этого контура. И можно добавить туда черную краску, чуть-чуть погуще. И прорисовывать линии будет очень здорово. И можно, естественно, использовать и другую краску. И разбавлять можно водой, а не обязательно вот этим растворителем акварела силк. Обязательно потренируйтесь на салфеточке, чтобы не было пятен, чтобы не испортить свою работу. И я здесь покрываю вторым слоем, потому что, видите, впиталось, чуть-чуть подсохло. И выглядит немножко прозрачно живьем. Вообще еще сильнее прозрачно выглядит. Не так, как на камере. Но вот нужно чуть-чуть уточнить, потому что некоторые буквы слились от того, что капелька была слишком жирненькая. Вот. Но получается очень здорово. Мне очень нравится. Я надеюсь, что этот лайфхак очень полезный. Если это так, то обязательно напишите об этом в комментариях. Ну и в целом поделитесь, как вам такой формат. И посмотрите, какая работа у меня получилась. Подписывайтесь на мой телеграм-канал обязательно. И там вас уже ждет пост с приемом ваших работ. И до встречи в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok